Качество воздуха очень важно, потому что мы воздухом дышим. Если мы можем выбрать продукты на рынке в магазине, не знаю, насколько они качественные, как они выглядят, какие они по вкусовым качествам состава, то воздухом мы дышим. Каждую секунду мы вдыхаем воздух и на самом деле нам важно знать, чем мы дышим. Качество воздуха так или иначе влияет на нас и на наше здоровье. Ухудшить состояние воздуха может множество факторов. Большая их часть, несомненно, относится к деятельности человека. Выхлопные газы, химические выбросы, производственные отходы – это лишь малая часть того, что может повлиять на качество воздуха. Изменить ситуацию можно, но, конечно, не по щелчку пальцев. Самое небольшое, что можно сделать – зафиксировать загрязнение и сообщить об этом. В минувшие выходные жители Казани смогли собрать собственные датчики для мониторинга качества воздуха. В этом им помогли экоактивисты проекта «Дыши Казань». Такие датчики помогают отслеживать качество воздуха по взвешенным частицам. Это маленькие частицы, которые тоньше наших волос. Мы их не видим. Они бывают двух видов – ПМ2,5, ПМ10. Взвешенные частицы Всемирной организации здравоохранения считают основным показателем для оценки качества воздуха. Это те частицы, которые по составу могут быть очень разные. Мы их определяем просто по размеру. И они способны накапливаться в нашем организме. И при долгосрочном, постоянном воздействии загрязненного воздуха может вызывать заболевания как дыхательной, так и сердечно-сосудистой системы. Сейчас в столице Татарстана установлено более 10 датчиков. Еще несколько есть в Иннополисе. Но этого недостаточно. Чтобы отслеживать качество воздуха по всей Казани, необходимо не менее 40. Любой житель столицы может самостоятельно заказать детали, собрать личный датчик, установить его у себя за окном и подключиться к общей сети. Датчики у нас подключаются к определенной карте rcms.online, sensor community. И там может любой отслеживать качество воздуха, получать оповещение о загрязненности воздуха. Соответственно, из-за этого делать выводы, пойдет ли он, например, сегодня утром на пробежку, или все-таки качество воздуха плохое, нужно бы остаться дома или перенести пробежку на другое время. Как отмечают специалисты, чаще всего загрязняют воздух не крупные предприятия, о которых задумаются в первую очередь. Они большие. За время, проведенное на площадке лаборатории горожанин-ученые, жители столицы узнали не только о контроле качества воздуха, но и об особенностях сохранения водных объектов. У нас планируется экскурсия в оргсинтез. Это уже практически завершающий у нас контент к стратегии. В воскресенье у нас концовка целого месячного марафона. Самое главное, что мы за это лето, за этот месяц помогли рассказать про экологию Казани, про реку, в целом про стратегию Казанки. В борьбе за чистую воду и чистый воздух важно, чтобы об экологии родного города заботились не только активисты, но и местные жители. Ведь даже самый небольшой вклад в общее дело может помочь. Маргарита Михайлова, Универньюз.